Добрый день, уважаемые друзья! Всем вам известно, что в нашу Конституцию готовятся изменения. Уже создана рабочая группа и потихоньку просачиваются инициативы и поправки. И одна из них вызывает немало вопросов. Первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, мы все видели, это весь мир видит, он будет закреплен в Конституции. Вот что он несет. Ведь этот статус уже отражен в нашей Конституции. А конкретно в статье 91, пункт 2 открываем и читаем вместе. Установленные Конституции независимость государства, унитарность и территориальная целостность, форма ее управления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные основателем независимого Казахстана, первым президентом Республики Казахстан, Ильбасы, и его статус являются неизменными. У меня вопрос. Кого вы набрали в рабочую группу? Академиков, не знающих нашу Конституцию. И вообще я считаю, что именно та часть, которая касается Ильбасы, как основателя независимого Казахстана, не стоит включать в Конституцию, ее следует убрать. Хотя бы потому, что мы заложим непонимание истории для будущих поколений. Мы их отсылаем только к странице 91 года, к советскому, постсоветскому периоду. И мы как будто специально это делаем для того, чтобы будущие поколения не знали своей истории о том, что независимое государство, казахское ханство, было образовано в 1465 году. Вы, наверное, уже заметили, что многие защитники именно этой поправки о том, чтобы статус Ильбасы закрепить в Конституции, обосновывают это тем, что это позволит исключить его другие полномочия в иных конституционных законах. Что это за чушь? Это опять-таки какие-то вот компенсационные многоходовочки, которые ни к чему. Просто необходимо поставить на утрату закон о первом президенте лидеры нации. Хотя бы потому, что он не актуален. Никто не собирается устраивать гонения за Назарбаевым. Все понимают, что человек всю жизнь отдал нашей стране. Есть заслуги. Хотя также и понимают, что было украдено время. Был потерян исторический шанс. В любом случае, не нужно делать подобных вбросов в наше общество. Вы лучше весь перечень предполагаемых поправок опубликуйте, пожалуйста. Пусть общество самостоятельно изучит, подискутирует и народ сам примет решение, какие изменения должны войти в Конституцию. Ведь мы в нашу Конституцию с 1995 года внесли более одной тысячи поправок. А в Конституцию США с 1787 года и уже 235 лет внесено всего лишь 27 поправок. И я, как гражданин своей страны, хочу внести свою репту. И у меня имеются конкретные предложения. Я вот до 6 утра изучал Конституции 26 государств. И предлагаю некоторые из них для рабочей группы. Первое. Мне понравилось, чтобы в Конституцию Объединенных Арабских Эмиратов включены очень простые слова, которые отражают всю суть власти. Читаем вместе. Мы, правители, заботимся о воле граждан Эмиратов, об обеспечении благополучия их жизни, стабильности и процветании государства. Согласитесь, очень легко, емко. Первое. Это воля граждан. Второе. Благополучие их жизни. И третье. Это процветание государства. В Конституции Японии закреплено, что никакое имущество не может быть передано императорской фамилией или получено ею. И никакие дары не могут быть приняты. То есть под фамилией подразумевается вся семья верховного правителя. То есть они не имеют права принимать подарки, участвовать в каких-то бизнесах. И должна эта семья существовать на те достаточные средства, которые обеспечиваются государством. Это очень важная поправка, поскольку она исключает возможность коррупции в высших эшелонах власти. Ведь согласитесь, у нас такого не было. И получилось, что каждый член семьи, экс-президента, обладает несметной богатствой, которая вообще-то должна быть в экономике и работать во благо страны. В Конституции Норвегии, в статье 99, сказано, что правительство не вправе применять военную силу против населения государства. Почему бы эту норму не включить и в нашу Конституцию? Особенно после произошедших в январе событий. Также в статье 63 Конституции Норвегии сказано, что 60 лет – это самый поздний возраст для участия в выборах парламента. А я-то думаю, почему у них парламент такой сильный и достаточно молодой? Статья 15 Конституции Японии гласит, что народ обладает неотъемлемым правом избирать должностных лиц органов публичной власти и, внимание, отстранять их от должности. Казахстанский народ тоже должен обладать правом в любой момент отозвать депутата Мажелиса или Маслихата. Вот, допустим, Айдос Сару, как вы помните, вносил изменения в закон для блокировки социальных сетей. Скорее всего, это должно было ударить по свободе слова. Он потратил много месяцев и получал из бюджета заработную плату. Он был неэффективен. Соответственно, я уже не говорю про те социальные конфликты, которые закладывались в общественные дискуссии. И он должен был подать в отставку. Нет, мы должны иметь право отозвать мандат этого Айдос Сарума. И не партия, а именно народ. Это также касается и Акимов, городов, областей, районов. Вот нам назначат какого-нибудь Сагентаева, Кульгинова, Ахметова или Байбека. И они потом годами сидят и убивают наши города. И мы ничего сделать не можем. Сидим только в качестве наблюдателей. Это наши города и области, районы и села. И поэтому народ должен иметь такое право отозвать любого Акима. А вот в Швеции имеется контрольный орган. В Конституции, в статье 12, сказано, что Конституционная комиссия должна проверять исполнение министрами своих служебных обязанностей и ведение правительственных дел. У нас, заметьте, нет такого органа. Министры делают, что хотят. Ни одна госпрограмма не реализована. Никто ответственности не несет. Также необходимо убрать политические препоны. Вот в статье 41 Конституции нашей сказано, что президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование. Мне кажется, этих требований достаточно. Однако, там еще есть вот такая вот маленькая поправка в Конституции. Имеется требование по стажу госслужбы не менее 5 лет. Ни в одной стране, вот я вчера посмотрел столько Конституций, нет таких требований для кандидатов в президенты. Это только в Казахстане такое. Это сделано для того, чтобы такие достойные кандидаты, как Досмасов, Паев, Мухтар, Джакишев, не смогли баллотироваться в президенты. А почему 5 лет? Ведь пока 5 лет на руководящих должностях на госслужбе работал человек, он подписал столько документов, за которые можно всегда зацепиться и иметь крючок на этого кандидата. В заключение я хочу сказать, что изменения – это непреложен закон природы. Если изменения в Конституции нужны, то окей. Но, пожалуйста, у меня профессиональная просьба. Пусть эти изменения будут по благо народа, укрепляют права граждан, а не так, что преследуют чисто политические цели, как мы видели все эти 30 лет.